Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! Сегодня представляю вам отзыв и обзор достаточно необычной книги. Эта книга касается развития интеллекта и памяти с помощью музыки. Эту книгу написал Абрам Григорьевич Юсфин, а книга называется «Музыка. Сила. Жизни». Книга достаточно редкая. Эта книга издана была в 2006 году и, прочитав эту книгу, я собрал по рекомендациям. Вот здесь вы можете видеть закладки. Собрал по рекомендациям, которые даются в книге, мелодии. У меня есть диски с классической музыкой. Здесь автор рекомендует в основном классическую музыку. И я по его так называемым программам, то есть вот он пишет, у меня есть закладка, программа 1, программа 2, программа 3, 4 и так далее. Я там, где вот стоят галочки, там где стоят галочки, я эти диски покупал и их слушал по этой книге. Это я начал с этого, чтобы показать, что эта книга у меня не лежала без дела и я ей пользовался. Теперь коротко о чем может быть даже и не коротко, потому что тема достаточно серьезная. Это не только развитие памяти, но и поддержание памяти в том состоянии, в котором она есть сейчас. А если память угасает по каким-то причинам, возраст, стресс, неправильное питание и так далее, или же, допустим, после каких-то травмирующих ситуаций, аварии или какие-то другие воздействия на черепно-мозговую коробку и так далее, проблемы со здоровьем, которые приводят к ухудшению памяти, или ее потери существенной, то вот Юсвин, музыковед, он музыковед и композитор, а также еще есть второй человек, это Элькин. К сожалению, как его зовут полностью, я не помню. Но он одновременно являлся и врачом по одному из образований, а по второму образованию он тоже был связан с музыкой. И такой опыт, и про Элькина немножко расскажу. Он занимался чем? Еще в советское время. Он приходил в отделение больниц, где лежали тяжелые больные, со своим инструментом, то есть насколько он мог в то время достать компактные инструменты. И начинал играть мелодии на память из классики. Бах, Бетховен, Моцарт, Гендель, Майлер и другие. И он смотрел, как эта музыка, которую он играет, влияет на людей, которые лежат в этой палате. И он открыл, что музыка бывает разных цветов. Бывает голубая, синяя, зеленая, желтая, красная, коричневая музыка. И в зависимости от того, в каком состоянии сейчас находится человек, ему подходит либо один цвет музыки, либо другой, либо третий. Если человек находится в состоянии коричневом, то ему подходит коричневая мелодия. И он будет ее очень хорошо слушать, и он будет ее воспринимать, и ему от этой мелодии будет становиться хорошо. А если человек находится в коричневом состоянии, а ему дают, допустим, голубую мелодию, то человек, наоборот, ему становится хуже. И когда Элькин приходил в больницу к тяжелым больным, то он внимательно смотрел. Он начинал играть мелодии разных цветов и смотрел на реакцию больных. И однажды он пришел в такую палату и начал играть, но ничего не помогало. Он перепробовал все известные мелодии. А потом, это уже было, когда уже Россия, когда уже Советский Союз развалился, уже началась перестройка, потом лихие 90-е. И вот в это время Элькин приходил в такие палаты и помогал этим людям. И он догадался, он попросил карты. А поскольку у него есть медицинское образование, то, соответственно, он имел диплом врача. И ему дали этот доступ, ему дали эти карты. Он посмотрел, что все лежащие в палате были примерно одного возраста. И он вспомнил, какая мелодия играла в тот момент, когда эти люди были молодыми. То есть, когда им было 20-30 лет, когда у них в жизни все было хорошо. И он начал эти мелодии играть. И он заметил разительную разницу. Он увидел, что эта мелодия помогает этим людям. И теперь я расскажу о... немножко затрону содержание книги и буду зачитывать небольшие отрывки из этой книги. А потом я вам покажу на видео, какие программы есть и для чего они. Для каких интеллектуальных задач они подходят. Итак, Юсвин описывает типы памяти в начале, чтобы понимать, с чем мы работаем. Это слуховая память, логическая память, эмоциональная память, зрительная или ассоциативная память, генетическая память. Дальше он описывает структуру памяти. Он выделяет фазу запоминания, фазу сохранения и фазу узнавания или воспроизведения. И дальше он говорит, что для каждой из этих фаз есть свои определенные мелодии, которые позволяют более полно активировать возможности мозга на каждой из этих фаз. То есть при фазе запоминания это будет одна ритмика, одна мелодия. При фазе сохранения в долговременную память это будет другая мелодия. А фаза воспоминания или фаза узнавания это будет другая мелодия. И здесь важно отметить, что вот эти мелодии рекомендуются авторам для работы, допустим, в интеллектуальной сфере. Если вам нужно прочитать тяжелую книгу, тяжелый текст или если вам нужно подготовиться к экзаменам, если вы, допустим, школьник или студент, то вы можете использовать эти мелодии для, во-первых, активации памяти перед началом занятий, чтобы начать запоминать. После занятий вам необходимо будет послушать мелодию другого плана, которая позволит наиболее полно запомнить то, что вы только что выучили или прочитали в конспектах. И, допустим, через день послушать уже третью мелодию третьего характера, которая позволит вспомнить то, что вы учили вчера. И при этом вспомнить так, чтобы не обращаться заново к конспектам. И дальше я перехожу, перехожу, собственно, к программам, потому что, чтобы не растягивать этот отзыв, к сожалению, я не видел, вот какой 2006 год, эту книгу я покупал. Это было какое-то либо переиздание, либо где-то на книжном складе завалялась эта книга. Я покупал ее где-то 2010-2011 год. И с тех пор я не видел в книжном издание вот этой книги. И далее. Прежде чем мы перейдем к программам, есть еще одна важная роль музыки. Это экстренная стимуляция памяти. То есть, когда нужно либо что-то срочно запомнить, либо нужно дать толчок для памяти. Для того, чтобы она могла вспомнить или что-то почувствовать, чтобы память активировалась. То есть, это резкая активизация памяти. Это четвертый класс музыки. Это еще один пласт программ, который предлагает автор. Я говорю программ, потому что автор их так называет. Но на самом деле программы – это последовательность классических, в основном, классических произведений. Значит, и давайте мы сейчас перейдем. Значит, и он советует... Я все тороплюсь, видимо, зря. И он советует... Юсфин советует поступать каким образом? Если вы не занимались музыкотерапией, то начинать следует с прослушивания программ, которые звучат тихо и которые обладают ритмом. И если вы только начинаете заниматься для начинающих, он советует такую структуру занятий для взрослых. Это... Занятия должны быть продолжительными, до 25 минут. И систематическими. Рекомендуется слушать мелодии утром, днем и вечером. Каждая программа должна начинаться с короткого, яркого произведения. Менее желательно фрагмента. Типа одной из вариаций доминор Бетховена, Прелюдий Шопена, Скрябина, Шостаковича, Пьес Шумана, Глинки и Листа, Венгерских танцев Брамса, Сказок для фортепиано Метнера, Одной из вариаций рапсодии на тему погоднини Рахманинова, Танцев Прокофьева. Полезно. Сразу же после прослушивания, еще до звучания следующей пьесы, Попытаться вспомнить только что услышанное произведение. И дальше он приводит типовую схему. Вот вы ее видите на экране, внизу страницы. Я ее зачитаю. Короткая и яркая пьеса, 2-3 минуты. Полифоническая пьеса, инвенция, фуга, прелюдия, хоральная обработка, 4-6 минут. Гомофонная, камерная или оркестровая пьеса, или часть крупного сочинения, 8-12 минут. Короткая и сдержанная по характеру пьеса, для сольного инструмента или ансамбля, 3-5 минут. Далее, например, я уже показывал эту страницу ранее, с программами для начинающих. Например, программа 1. Это Шопен, этюд номер 12 для фортепиано. Бах, прелюдия и фуга, номер 13, из второго тома, хорошо темперированного клавира. Чайковский, вторая часть симфонии, номер 5. Грик, вторая часть концерта для фортепиано с оркестром. Далее. И дальше он дает советы. Почему я так подробно рассказываю про содержание книги? Опять же, я уже выше говорил, что эту книгу очень тяжело сейчас найти. Я не знаю, может быть где-то она есть в сканированном виде в PDF. Не знаю, может быть. И давайте сейчас пройдем по порядку. Значит, вот он дает рекомендации про те случаи с памятью, о которых я говорил выше. Мы про них пройдем. Значит, это будет экстремальная стимуляция памяти. Сохранение памяти музыкальными средствами. Далее. Возвращение памяти. И дальше мы перейдем к программам для каждого из этих случаев. Итак. Экстремальная стимуляция памяти происходит следующим образом. Вначале следует сделать несколько расслабляющих упражнений по любой системе. Затем включить звукозапись и удобно расположиться в кресле, освободив себя от возможных зажимов. Нужно подготовить запись так, чтобы сначала шло 5-10 секунд чистой пленки. С тем, чтобы человек смог усесться в кресле и принять необходимую для слушания позу. Музыкальная программа для экстренной стимуляции памяти строится так. Она начинается с нескольких сильных ударов колокола, который далее затихает в пределах 10-12 секунд. На затихающий колокол наслаивается одно из следующих произведений. Первая часть концерта для двух скрипок с оркестром Реми Норнбаха. Четвертая часть симфонии номер 41 Моцарта. Финалы сонаты номер 14 и номер 32 Бетховена. Вторая и третья часть прелюдии, хорала и фуги Франка. И так далее. Дальше он перечисляет все произведения, которые подходят для экстренной стимуляции памяти. Следует слушать по возможности в полумраке или с закрытыми глазами. Продолжительность слушания 15-20 минут. Далее. Следующее применение классической музыки. Это сохранение памяти музыкальными средствами. Предполагает стабилизацию ее качества. Когда подчиняясь объективным причинам, возраст, слабая активность, жизненные обстоятельства, посттравматический синдром. Есть опасность негативных изменений. Ослабление оперативной памяти. Ограничение долговременной памяти. Ранее накопленной информацией. Ухудшение свободы оперирования заученным материалом. И здесь Юсфин предлагает регулярное прослушивание программ. То есть каждый день. Что, в общем, как он говорит, не будет составлять какой-то сложности. Потому что так или иначе мы все равно слушаем музыку. И он рекомендует заменять ту музыку, которую мы слушаем регулярно, на те программы, которые он подобрал. Для сохранения памяти. И что касается музыкального материала для программ, то в качестве его основы следует использовать сочинения с яркой образностью. Например, Ронда. Ярость по поводу потерянного гроша Бетховена. Ноктюрн. Разлука. Глинки. Сказка Баба Яга для оркестра Лядова. Далее он перечисляет, какие произведения можно использовать. Задача такого слушания является выявление процесса развития, что потребует некоторого напряжения, внимания и полноты восприятия. Начинать такие упражнения следует с более коротких пьес. О чем он говорит? О том, что когда мы слушаем вот эти произведения, мы следуем за мелодией. Мы пытаемся одновременно почувствовать, как мелодия изменяется. Переходы от быстрого к медленному, от, допустим, скрипки к трубе и так далее. И смотреть, как меняется гармонический ряд. Далее. И возвращение памяти при ярко выраженной амнезии, не связанной с забыванием травмирующего прошлого, гораздо более сложно и менее надежно, чем ее сохранение. На каком бы этапе не происходила амнезия, запечатление, удержание или воспроизведение, как и какими бы причинами она не была вызвана, локальными поражениями мозга или какими-либо психогенными факторами, проблема остается. И далее он говорит о сложностях в взаимодействии с людьми, у которых амнезия, с помощью музыки. И он говорит, что не следует этим людям нагружать их память длинными произведениями, длинными прослушиваниями. Достаточно трех-четырех минут, но какого-то одного короткого произведения. Далее. И дальше он переходит к тому, каким образом, какие должны быть параметры у подбираемого материала. Мы их сейчас и рассмотрим. Первое. Непременным условием выбора музыкального материала является его художественное качество. При этом ориентироваться в качестве музыки возможно, если исходить из простейших критериев таланта композитора, наличие у него творческой самобытности, заведомого профессионального мастерства и художественной идеи. И далее он перечисляет где-то порядка 30 композиторов. Я по диагонали буду читать, чтобы не перегружать это видео фамилиями. Как вы слышали, есть знакомые фамилии, которые у всех на слуху, а есть менее знакомые фамилии, которые знают только лишь профессионалы музыкальной отрасли. Второй параметр. Обязательным условием выбора музыки является ее непременное разнообразие по стилю, складу и характеру. Необходимо, чтобы в программах присутствовали как монодические, одноголосые произведения. Например, русские, французские, украинские, армянские, немецкие, татарские, а также профессиональные. Например, сюитто номер два для виолончели соло Баха, каприччо номер 24 для скрипки соло Паганини, вечерняя серенада для голоса и фортепиано Шуберта и так далее. Он перечисляет произведение, которое подходит под второй критерий. Третий параметр музыкального материала. Существенной стороной выбора музыки является ее эстетическая приемлемость. Под этим подразумевается, что следует избегать любых стилистических крайностей, как авангардистского, типа вариаций для фортепиано Шефера, так и архаического, примитивного рода, такие как, например, вальц мечты и шалости гимназистки для фортепиано Довингофа. 4. Особо значима роль логической связности музыки. В музыкальных произведениях различных национальных школ исторических и индивидуальных стилей, жанров и форм музыкально-логических процесс не только существенно отличаются друг от друга, но и сами критерии музыкальной логики порой исходят из разных оснований. 5. Опыт показывает, что в выборе музыки следует также исходить из нежелательности ее пестроты в фактуре и тембрах. Это не означает, что нужно ограничиваться только однотембровыми произведениями для фортепиано, скрипки, кларнета, трубы, гитары, арфы, виолончели. Например, соната номер 23 для фортепиано Бетховена, сюита номер 1 для виолончели соло Баха, соната для скрипки соло Прокофьева. Конечно, возможно их использовать. 6. Также следует учитывать и динамический профиль, и метро-ритмическую структуру музыки, где желательны минимальная уравновешенность и отсутствие любых крайностей в чистоте и характере их смен. 7. Далее. И далее он расширяет свои рекомендации и говорит, что не только классическая музыка, но и музыка малых народов тоже подходит для работы с памятью. И дальше он говорит, например, русская протяженная песня, башкирский узум кюй, азербайджанский мугам, индийская рага, говорящие барабаны Центральной и Западной Африки, скри спиричуэлс, это хоровые песни христиан черного населения США. То есть он говорит, что эти мелодии также хорошо влияют на память. Каждая мелодия по-своему. И он заканчивает свои рекомендации, и я на этом с рекомендациями завершу в этом отзыве, и дальше посмотрим, какие есть программы. А потом в конце видео я вам покажу диски, из которых я брал эти произведения. Итак, он говорит, что заведомо неприемлемая музыка, то есть прежде всего такая музыка, которая синтезирована, в которой в качестве источников звука берутся искусственно создаваемые комбинации чистых синусоидальных колебаний в синтезаторах любых систем. Неприемлемость такого рода музыки не связана с нередко невысоким качеством тембровой имитации. Слушатель получает только ее акустическую часть, лишаясь ценнейшей компоненты, являющейся ответственной за воздействие на глубинные структуры человека. Для интеллектуальной стимуляции нежелательно использовать гедонистическую, развлекательную музыку, и не только вследствие ее частого непрофессионализма, шаблонности композиций и отсутствия художественной самостоятельности, но и потому, что у этой музыки совершенно определенное прикладное назначение – стимулировать моторные и некоторые очень органические, и некоторые очень ограниченные психосоматические функции человека. И далее, Юсфин предлагает типовые музыкальные программы. Сейчас я вам их покажу. Типовые музыкальные программы. Стимуляция памяти. Далее. Сохранение памяти, экстренная стимуляция памяти, развитие слуховой памяти. Также на правой странице были программы для развития логической памяти. Далее я без комментариев буду демонстрировать страницы из книги. Работа автором проделана огромная. И Юсфин, и Элькин, они были знакомы. И работали практически в одном направлении. Они стремились найти такие мелодии, которые помогают человеку в интеллектуальной сфере. Которые помогают человеку осваивать новые возможности своего мозга. Я про эту книгу узнал еще в середине нулевых годов. Я узнал, что такая работа проводилась по поводу воздействия музыки на мозг. И некоторые из этих мелодий у меня были тогда. Я их, поскольку я тогда учился в аспирантуре, а параллельно я работал на пищевом производстве, это было тяжелое совмещение двух тяжелых умственных деятельностей. Инженерной деятельности, для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу технологического оборудования. И научная деятельность. Но обе эти деятельности были интеллектуальными. И для того, чтобы поддерживать как-то мозг, как-то облегчить его работу, я находил вот эти мелодии. Опять же, в интернете было очень мало информации об этом. О том, какие программы использовать, какие мелодии использовать. И в основном я сосредотачивался на музыке Бетховена, Баха и Моцарта. А из Баха, если брать точнее, то это был хорошо темперированный клавир. Который достаточно легок в восприятии, и при этом не вызывает после прослушивания каких-то неприятных ощущений. Да, это мне помогло и с моей работой на производстве, и с подготовкой моей научной работы. Далее Юсвин делает огромную остановку на том вопросе, как музыка разрушает мозг. Он приводит примеры, какая музыка дезорганизует мышление, дезорганизует память, дезорганизует внимание. И он этому посвящает практически четвертую часть своей книги. И говорит, что если человек сознательно и осознанно не будет подходить к выбору той музыки, которую он слушает, то он сам разрушит свой мозг. И особенное внимание он уделяет такому эффекту, как от прослушивания рок-музыки, прослушивания поп-музыки, рэпа. То есть, он говорит, что не нужно слушать эту музыку, потому что она плохо влияет на интеллектуальные способности. Это был одновременно и отзыв, и краткий пересказ содержания книги «Музыка. Сила. Жизни» музыковеда Абрама Григорьевича Юсвина. Я надеюсь, что этот обзор был вам полезен, и что вы сможете использовать хотя бы часть этой информации для работы со своей памятью с помощью музыкальных программ. А сейчас, как я ранее обещал, покажу вам некоторые диски из моей коллекции. Диски из моей коллекции классической музыки. Бах – хорошо темперированный клавир. У меня их его два тома. И вот этот диск – это диск с записями… Так, сейчас я вам скажу. Это Бетховен и Грих. Далее. Есть издание четырехдисковое симфонии Прокофьева. Вот в таком конверте картонном. И здесь также входит книжка с описаниями этих симфоний. Далее. Я не буду теперь показывать диски. Так, сейчас. Один момент. Вот. То есть, только корешки. И Скрябин, и Вивальди. И снова Бетховен. Это только малая часть тех дисков, что у меня есть. И покупал я их как раз в конце нулевых, начала десятых годов. Большая часть дисков куплена в начале десятых годов. То есть, это одиннадцатый, двенадцатый год. Когда у меня уже была книга, на которую я сегодня делал обзор. Спасибо вам за внимание. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления. И в колокольчике поставьте все уведомления, чтобы не пропустить новые видео на канале. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.